Продолжение следует... А потому что у нас тогда московским мусором не заваливали в 10-м году. Я можно выступать? Романова, Ирина Ивановна? Нет, я не хочу. В общем, я по старому проекту и вот этот ваш новый проект. По старому проекту, значит. Его заказчиком являлся Тулу Обл Укс. Это была у нас программа экологическая. Значит, это у нас экология была рассчитана так. В области на 2007-2011 год выделилось нам 14 миллионов рублей. 2007-2011 год. У вас лицензии, я извиняюсь, от 2004 года и от 2006 года. На каком основании возникли эти лицензии? Сейчас вы ссылаетесь на Заботину, которую сейчас сняли уже. Нету ее, этой Заботины. Вот она вам помогла получить лицензию эту. Вы сказали, что она вам предоставила эти акты. Письмо есть Тулу Обл Укс, кому интересно, у меня вся переписка, вся с прокуратурой, с природоохранной, с областной прокуратурой, с Уксом. У меня это все есть. Они нам дали письмо, что они по полигону сделали только дорогу. О каком глиняном замке вы говорите? У них была сделана только дорога. Прекратили они в связи с тем, что прекратилось финансирование в 2006 году. В 2007, я повторяюсь, в 2011 году нам по программе выделили 14 миллионов. Откуда возникли эти акты? Откуда у вас возникли эти акты? Если письмо Ратникова дает главе, когда мы уже к ней ездили несколько раз, она ему пишет обращение. Кирилл Олегович, какое к вам было обращение? Есть, да, есть у вас акты вводов в эксплуатацию. Есть ли на балансе у вас этот полигон? Вы что отвечаете? Актов нет. Полигона на балансе нет. Так я дико извиняюсь. Ага, хорошо. Кого вы собираетесь дозагружать и реконструкцию проводить, если у нас полигона на балансе нет? А? Вы мне ответите. Если полигона нет, вы что собираетесь реконструировать? Я вам его уже задавала, вы мне на него не ответили. Я его второй раз задавала. Вот это пока эти вопросы. Не относятся к сути. Как это не относятся к сути? Как это вы опираетесь на старый проект? А этого проекта, где этот проект? Не отвечать, нет. Отвечайте, но вы говорите, к сути не относятся. Я повторяю, что это к сути. Как раз сама по большим документам лицензию получили. Лицензия была выдана в 2018 году. Все вопросы бумажные и разрешительные, которые были в 2004-2006 году, пояснений дать я не могу, к сожалению. Потому что нет. Не можете за Утину снять уже. Я извиняюсь. Они были собраны, поданы в Роспроводнадзор. Но откуда у вас у строй сети появились эти акты? В администрации этих актов нет? А у вас они есть? И у нас тоже нет. Ну как нет? Мне Заводина показывала ваши акты. А когда я ей сказала, говорю, это акты липа. Потому что в то время я не работала тем товарищем, который мне ставит в этом акте. Моя подпись поддельная, печати поддельные. У меня вот лежат документы все. Второй акт вообще без подписей. Она мне знаете, что сказала? Мне так понравилось. Она говорит, ну Ирина Ивановна, мы же не знаем, что вы еще дошли. Вы представляете? Вот и все. Я тоже, к сожалению, хочу сказать. Вы тоже сожалеете, что я еще живая. Ой. Да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Что вы думаете? Красава, вопрос. Ирина Ивановна, надо был вопрос этот задавать в 2010 году. Почему вы тогда не задавали этот вопрос, когда полигон уже получал лицензию? И вы тогда работали. Почему вы тогда не волновали этот вопрос? А может, переграли ководению чего-то? Я вам повторила. Нас дерьмом московским не заваливать. И вы врете, что полигон работал. Полигон работал только для жителей Дубинского района. Ну, еще и там, если Турский район. Но никак не для Москвы, которая по 60, по 70 машин. Мне что, думаете, ночью делать нечего, что ли? А я эти машины контролировала. Вот почему вы никто не видит и не хотите видеть, что везут московский мусор? Почему вы на это закрываете глаза? Вопрос просто акцентируется, поднимается. Подождите, я знаю, какой административный ресурс с нами разговаривает хорошо. Мне просто вот к вам вот в глаза посмотреть. Вот посмотрите народу, встаньте. Почему вы врете? Вот почему вы врете? Давайте по сути уже. А что по сути-то? А что по сути-то? Все проработаны в московском мусоре. Вы в полицию писали? Писали, вот и все заявления. Ответы, факты не установлены. Значит, факты не установлены. Не мешайте говорить. Вы откуда? Вы откуда? Врючек. Слово имеет право только жители Дубинского района. Все, молчите. Глава администрации, хоть человек не говорит. Вы не имеете права наступать на этом собрании. Да, ну мусор-то везут. Ну что, вы сами не знаете. Почему вы все врете? Вот мне больше одной. Вот тут все сидят и все врут. Вы знаете, что надо начинать с себя. Всегда надо начинать с себя. Вот когда у самого себя кристально чистая душа из-за души нескольких лет на шкафах, вот тогда можно, в принципе, говорить. Да, Максим Батюш? Согласен, согласен. Ну вот тогда, ну давайте мы туда конструктивно разговарим. Ну, если все люди против, специально вызвали 31 числа, когда Новый год, 7 часов осталось, чтобы... Вам это нужно для того, чтобы была бумажка. Все против. А главу мы будем снимать. Как у вас выбрали, так и задвинем. Мы слушаем, проведем, а потом послушаем все ваши. Не надо, мы знаем, что вы будете говорить уже, что это для экологии очень хорошо. Если вы будете срывать слушание, мы вызовем полицию. А вы это только можете сделать. А мы будем вас снимать. 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 Спасибо. 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 Спасибо.